Архиепископ Петр, епископ Русской Православной Церкви, архиепископ Воронежский Задонский, биография, родился в семье священника, в 1885 году окончил Саратовскую Духовную Семинарию, был преподавателем Закона Божия в школах Саратова. С 23 февраля 1886 года священник, в 1892-1913 был священником-миссионером Саратовской епархии, с 1913 – духовник Саратовского креста Воздвиженского женского монастыря, настоятель монастырского храма. Авдовел в 1923 году выступил на общем собрании Саратовского духовенства с резкой критикой обновленческого движения, возглавил делегацию, направленную к епископу Уральскому Тихону с просьбой принять на себя управление Саратовской епархией. После отказа епископа Тихона священник Павел Соколов дал согласие стать кандидатом в епископы, другой кандидат священник Михаил Марин, участник поместного собора, так и не дал ответа о иеромонах Николай, пользовавшийся почетом у верующих. Не годился для управляющего епархией из-за инвалидности, для совершения хиротонии решено было пригласить в Саратов двух епископов – Варлаама, бывшего лет пять тому викарием Вольским и епископа Иова, уехавшего на Кавказ. От обоих было получено согласие. 18 марта 1923 года в Казанском Николо-Тихоновском скиту при Саратовском Спасо-Преображенском мужском монастыре епископ Иов и Варлаам тайно, рукоположили его во епископа Сердобского, викария Саратовской епархии. По воспоминаниям Александра Соловьева, на хиротонии присутствовали только монахи с Китая и два-три человека из мирян. Все хранилось в глубокой тайне и делалось как можно быстрее. На другой день после хиротонии Варлаама и Иов уехали из Саратова. В том же году, по выходе из заключения патриарха Тихона, ездил к нему в Москву. Патриарх Тихон утвердил его хиротонию и подписал назначение епископом Вольским, викареем Саратовской епархии. Активная борьба владыки Петра против обновленчества привела к тому, что многие их сторонники вернулись в патриаршию церковь священников и диаконов он принимал в общении только после публичного покаяния в храмах. Кроме того, он поочередно временно управлял приходами Астраханской, Самарской, Уральской и Пензенской епархий. В 1923 году епископ Петр был арестован Саратовским ОГПУ и 7 декабря 1923 года осужден на три года заключения в Соловецких лагерях по 69 статье УК. Возбуждение верующих против советской власти срок заключения отбывал в Соловецком лагере. После освобождения из лагеря 31 октября 1926 года почти целый год безвыездно проживает в городе Кирсанове и только после этого получает разрешение прибыть в Саратов, получая назначение управляющего Саратовской епархией. С 1928 года епископ Камышинский, викарий Саратовской епархии, 13 августа 1930 года был назначен епископом Могилевским, но в управление епархией не вступил, так как его предшественник отказался от перевода в город Сталинград и остался на кафедре. С 5 сентября 1930 года епископ Сталинградский издал распоряжение проводить богослужения круглосуточно, чтобы все верующие имели возможность их посещать. Также поощрял богослужения на частных квартирах, что было особенно актуально после того, как в декабре 1932 года в Сталинграде был закрыт последний храм, находившийся в его юрисдикции, а другой храм был передан верующим после их просьбы только через полгода. 16 апреля 1933 года возведен в Сан-Архиепископа, 9 мая 1934 года направил митрополиту-заместителю патриаршего местоблюстителя митрополиту Сергию Раппорт, которым поздравлял его с возведением в достоинство митрополита Московского и Коломенского. 23 апреля 1935 года был арестован вместе со священнослужителями Алексеевской церкви из Сталинграда, обвинен в систематических пропагандистских проповедях антисоветского характера. Во время следствия признал только, что критиковал в проповедях учения Чарльза Дарвина и статьи газеты «Известия» за неверную информацию о положении русской православной церкви за границей. 2 октября 1935 года особое совещание при НКВД СССР вынесло ему обвинительный приговор, но он был освобожден, так как отбыл наказание во время предварительного заключения. 12 ноября 1935 года архиепископ Петр был переведен из Сталинграда на Воронежскую кафедру, а в октябре 1936 года – на Петровскую. В октябре 1936 был арестован и скончался в заключении.